16 декабря на сессии собрания депутатов был принят во втором окончательном чтении главный финансовый документ округа на 2022 год и плановый период. Напомним, в первом чтении законопроект об окружном бюджете был принят на сессии 24 ноября. В соответствии с процедурой принятия во втором окончательном чтении рассматриваются текстовая часть документа и поправки. В связи с принятием федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов изменились основные характеристики окружного бюджета, утвержденные при принятии проекта закона об окружном бюджете в первом чтении. Доходы окружного бюджета на 2022 год уменьшаются на 1,8 млрд рублей и составят 20,6 млрд. Расходы уменьшаются почти на 2 млрд рублей и составят 22,6 млрд. Дефицит окружного бюджета в 2022 году составит чуть более 2 млрд рублей. Уменьшение доходов и, соответственно, расходов связана со снижением на 2,3 млрд. рублей безвозмездных поступлений на строительство автодороги на Ринмар-Усинск. Вместе с тем предусматриваются средства в размере 197,5 млн. рублей на выполнение работ для подготовки и передачи этой автодороги в федеральную собственность. Главный финансовый документ региона на сессии представила заместитель губернатора Ненинского автономного округа, руководитель Департамента по экономике и финансам Татьяна Лагвиненко. В предлагаемом законопроекте сохранены основные приоритеты. Это непрерывное финансирование бюджетной сферы. Принятые социальные выплаты предусмотрены в полном объеме. Продолжена реализация региональных проектов, в том числе строительство дорог, социальных объектов и жилья. Доработана текстовая часть закона по ряду статей, устанавливающей особенности отдельных расходных обязательств. Увеличено ассигнование на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненинского автономного округа. Увеличено бюджетное ассигнование на субсидии сельхозтоваропроизводителям. Увеличено бюджетное ассигнование на субсидии гранты на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям. На выполнение социальных проектов и субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. А также перераспределены средства на неучтенные в проекте закона в полном объеме бюджетное ассигнование на первоочередные и социально значимые направления. В окружном бюджете будущего года предусмотрена индексация окладов работников бюджетных учреждений на 4% с 1 января 2022 года. Увеличено ассигнование на выполнение учреждениями государственного задания. В бюджете региона на 2022 год предусмотрено более 3 миллиардов, а именно 3 миллиарда 344 миллиона рублей на 164 меры социальной поддержки. Следует отметить, что характер окружного бюджета будет не только социально направленным, но и обеспечит реализацию государственных программ, которые призваны обеспечить развитие региона. Мы приняли бюджет, над которым мы работали с сентября месяца и в котором максимально учтены вопросы, которые связаны по расходам на текущий год и на плановый период 2022-2023-2024 года. Это очень важно, потому что мы заявляем о том, что у нас социальная политика является центральным звеном. Главная задача для того, чтобы мы могли выполнять все социальные обязательства перед нашими жителями. С увеличением доходной части окружного бюджета в 2022 году главный финансовый документ региона будет корректироваться в сторону увеличения расходных обязательств.